1991 год, 8 декабря, до провозглашения независимости Казахстана оставалось 8 дней. 30 лет назад, в этот день, президенты России Борис Ельцин, Украины Леонид Кравчук и председатель Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич подписали Беловежское соглашение. Их целью было распустить Советский Союз и создать содружество независимых государств. 8 декабря осталось в истории бывшего Советского Союза днем подписания Беловежского соглашения. Подписание документами лидерами славянских республик стало неожиданной новостью не только для Казахстана, но и для союзных республик Средней Азии. Выслушав всех, Нурике высказал свое мнение. Всегда так было. «Нет, мы не поддерживаем это», – сказал он. «Мы были удивлены. Но решение этого человека было очень правильным. Мы не поддержали соглашение, позже ситуация прояснилась». Критические часы, когда обсуждалась судьба страны, важно было принять смелое и единственное верное решение. Ошибаться было нельзя. Только один шаг мог решить судьбу всего государства. Было очень большое волнение в Верховном Совете. Документ Беловежской почи мы не приняли, не могли принять. Казахстан стал независимым государством. О планах лидеров трех стран не знал президент Союза Михаил Горбачев, а Нурсутан Азербайев сделал другой ход. Позже в своих мемуарах политики говорят, что этот вопрос нужно обдумать и решить. Я тоже так думаю. В целом, я считаю, что это основная задача большого политика. Вскоре, 21 декабря, по предложению президента Казахстана, в Алматы собрались руководители 11 бывших союзных республик. Они подписали новое соглашение. Союз распался, и Сотружество независимых государств было создано на законных основаниях.